К 21 декабря уже должны быть дома полный порядок и должно быть установлено зеленое дерево, елочка. Раньше украшали дерево яблоками, а в сегодняшнем дне это разноцветные шары. Также украшали орехами. Но в любом случае вы можете использовать имитацию, искусственную ель. Здесь важен, как я уже говорила, символизм. Можно украсить ваш дом веточками ели или сосны. В ель все должно быть красиво. Праздничная одежда, новая одежда. Праздничный сытный ужин, чтобы следующий год был сытнее. На столе должны находиться пряности, корица и цитрус. На ель хорошо проводить обряды, гадания. Ель должен праздноваться ярко и шумно, для того, чтобы прогнать ночь и помочь рождению молодого солнца. Очень хорошо, если вам удастся дождаться рассвета и поприветствовать юное солнце. Обязательно посвятите время близким родственникам и старшему поколению. В эту ночь можно провести ритуал со свечами. В каждой комнате зажигается по одной свече разных направлений. Любовь, деньги, удача, успех и так далее. Но ровно в 23.00 нужно затушить все свечи, а в полночь погасить весь свет в доме. Таким образом мы провожаем тьму. Затем снова зажигаем все свечи, приветствуя таким образом свет. Можно создать список желаний. И в платной версии моего йольского марафона будет представлен ритуал со списком ваших желаний. Я вам его очень рекомендую, потому что йоль – это идеальное время для работы с вашими желаниями. Еще в этот день хорошо чистить и активировать монеты. Очищаем их под проточной водой. А дальше кладем на ночь на подоконник. А утром отправляем в свой кошелек для привлечения денег. Продолжение следует...